По данным Управления здравоохранения в 2017 году заболеваемость населения Витебской области в целом осталась на прежнем уровне. Правда, отмечается снижение обращений у детей и лиц трудоспособного возраста. Количество инфарктов миокарда снизилось на 7%. На 3% стало меньше пациентов с проблемами острого мозгового кровообращения. И эти цифры не случайны. Ранняя диагностика и современные подходы к лечению позволяют минимизировать или вовсе избежать серьезных последствий для здоровья. Также сократилось число болезней органов пищеварения и дыхания. Однако самочувствие витебчан в первую очередь зависит от них самих – образа жизни, привычек, режима и сознательного подхода к собственному здоровью. К сожалению, за год увеличилось число взрослых пациентов с диагнозом сахарный диабет с эндокринной патологией. Количество болезней щитовидной железы у лиц старше трудоспособного возраста зарегистрировано на целых 10% больше по сравнению с предыдущим годом. Но всего этого могло бы не быть. Сегодня в проекте «Живи и здравствуй» мы расскажем о тех комплексных решениях, которые помогают преодолеть эти проблемы, которые работают на профилактику и предотвращение многих заболеваний. И это современные технологии, которые успешно работают у нас в Витебской области. Здравствуйте, меня зовут Юлия Локсева. Добро пожаловать на программу «Живи и здравствуй». Гость этого выпуска проекта «Живи и здравствуй» начальник управления здравоохранения Витебского облсполкома Юрий Николаевич Деркоч. Добрый день. Добрый день. Юрий Николаевич, вот в первом сюжете мы рассказали о том, какие сегодня существуют проблемы касательно здоровья и многих заболеваний. А как эти проблемы сегодня решаются? Что делается в области для того, чтобы не допустить раннего развития заболеваний, для того, чтобы предупредить? Юля, очень важно, что этот проект у нас состоялся. И в 2017 году мы выпустили 25 передач, и мы постарались проверить жителей нашей области, как нужно поступать в той или иной ситуации, что нужно делать для того, чтобы патология не развилась, и люди не получили, наверное, самое главное ограничение своей жизнедеятельности. Поэтому вот самая первая передача, которая у нас состоялась, посвященная, наверное, на одной из самых важных проблем, которая приводит к инвалидизации, иногда самый высокий объем занимает структурой смертности, полезной системы кровообращения, то мы не только проинформировали людей, что нужно делать, какие первые признаки, но и самое главное, мы рассказали о том, что в Витебской области постоянно идет модернизация действующих субъектов, допустим, здравоохранения, особенно это таких вот важных лабораторий, где оказывается помощь, неотложная помощь, где мы спасаем людей, когда уже, ну, проблемы возникают, острый коронарный синдром и многие другие проблемные вопросы. И вот в настоящий момент, если мы говорили о том, что жители Витебской области, города Витебска имели возможность получить такую помощь в областной больнице, где работал один ангиографический комплекс, то за это время, смотрите, кардиологический диспансер, открыт ангиографический комплекс, Витебска областной больницы новая поставлена. Дальше, благодаря главе государства, в Орше вводится в эксплуатацию огромный корпус, где ангиографический комплекс располагается, и жители уже Оршанского, Дубровинского, Толочинского района без проблем могут в случае острокоронарного синдрома избежать инфаркт миокарда, избежать инсульт. Кроме этого, мы установили компьютерный томограф уже в Новополоске и подготовили подмещение под установку ангиографического комплекса. Значит, Новополос, Полос... Это только за этот год? Это только за этот год. В Браслове в 2018 году уже будет поставлен компьютерный томограф, который обеспечит диагностику. Лаборатории новые работают во всех районных центрах, и мы уже в плановом порядке открыли отделение в областной больнице, при рентгендовоскулярном отделении, где жители дальних районов могут приехать и в плановом порядке, не дожидаясь, когда разобьётся какая-то патология, которая имеет риски, они могут пролечиться, и, в принципе, инфаркт миокарда отойдёт на десятки лет вперёд. То есть мы должны с вами понимать, что люди рождаются предрасположены не только каким-то положительным моментом, то есть предрасположены к какой-то специальности, но и к состоянию здоровья своему. То есть они могут... То есть этот комплект заболеваний уже у нас вложен. Да, комплект заболеваний уже вложен. И самое главное, что существует ещё и эпигенетика, кроме генетики. И самое главное, что этот комплект заболеваний, который вложен, он может не реализоваться. Если мы знаем, как уйти от тех рисков болезни системы кровообращения, если человек будет курить, будет гиподинамией, заниматься физической культурой и спортом, не будет, допустим, правильно питаться, то, естественно, у него эти риски все реализуются. Инфаркт миокарда в 40-50 лет у мужчин, у женщин в 55 лет, 100% состоится. Но если они знают, как отсрочить, как лекарственными препаратами даже достигнуть возраста 50 лет предупредить артериальную гипертензию, то, естественно, человек доживёт до 70-80 лет в полном активном поведенческой реакции, в полном состоянии здоровья и будет долго радовать всех. И самое главное, нести затраты здравоохранения не будет, наше общество не будет, и мы сможем направить эти ресурсы на улучшение, допустим, качества жизни наших людей в сельской местности, в городах, создать определённую инфраструктуру. В этом году в Витебске начали появляться ещё новые центры, межрайонные центры, областной стоматологический центр. То есть многие учреждения объединяются в такие крупные центры. Для чего это делается? Ну, объединение – это, во-первых, для того, чтобы не было здравоохранение затратным, чтобы не было дублирования. Но и самое главное, что мы вот эти центры с объёмами помощи 2-го, 3-го уровня, которые раньше были доступны только в республике, мы приближаем в район. Допустим, в Докшинском районе открыли современную стоматологию, и уже жителям этого района нет необходимости для того, чтобы починить зубы, всё остальное, восстановить абсолютно на современных технологиях. Не надо ехать в город Витеб, не надо ехать в город Минск. И самое интересное, что в Докшинский район уже начинают приезжать более крупных центров для того, чтобы получить качественную медицинскую помощь. Квалификация специалистов хорошая, современнейшее оборудование, материалы, и поэтому населению помощь становится доступна. То, что мы начинали, и в плане диагностики онкологических заболеваний, передвижные комплексы, когда мы приближаем диагностику непосредственно к жителям, которые проживают в отдалённых территориях от областных центров, от республики. И то, что даже 97% помощи мы оказываем в Витебской области, то есть помощи 3-го, 4-го уровня, это тоже очень важно, это доступность, это качество. А вот как раз интегрированные структуры, когда мы объединяем, уменьшаем нагрузку, то, что не относится к оказанию медицинской помощи, это бухгалтерии, кадровые службы, введение электронного документа оборота, введение электронной амбулаторной карты, электронные рецепты, это всё минимизирует затраты на то, что необходимо, на бумаге, на бюрократические всякие моменты, это высвобождает ресурс, который мы направляем на новые виды помощи. Вот представьте, ангиографические комплексы, их сейчас уже в Витебской области плюс 3 новых, но каждый ангиографический комплекс – это 54 ставки медицинского персонала, а это дополнительно. Финансирование у нас не увеличивается, поэтому сокращение вспомогательных структур, дублирующих структур, создаёт нам условия для того, чтобы мы могли развивать эти новые виды помощи, которые спасают наших людей. Но опять же, возвращаясь к нашей программе, мы говорим, что люди должны знать, куда именно обратиться, потому что информации же очень много, очень много медицинской литературы, интернет. Человек может получить любую информацию, но применительно к Витебской области, куда, когда и при каких условиях, при каких симптомах он должен обратиться, для того, чтобы получить квалифицированную, качественную помощь, оптимально необходимую в данный момент, житель должен получить из нашей передачи же весь здравствует. Поэтому огромное спасибо вашим всем службам, которые работают над этой передачей. Я думаю, расширение данной передачи в плане доведения информации и как непосредственно у себя дома сохранить как здоровье, как правильно питаться, как правильно заниматься физическим упражнением, как правильно лечебную физкультуру при возникшем заболевании, как правильно принимать иногда лекарственные препараты, когда еще состояние здоровья позволяет выполнять там различные функции, работу и все остальное. Вот это, наверное, будет звучать со стен, со стен этой студии, и люди будут прекрасно это знать, понимать и будут использовать все, что имеется в Витебской области, и будут здоровы. Юрий Николаевич, какие планы на этот год? Что может появиться у нас в Витебской области? Ну, в Витебской области, во-первых, мы уже сказали, Орша, введенный объект, это прекрасный подарок главы государства, непосредственно жителям Оршанщины и в целом Витебщины. Это целый район получит специализированную помощь третьего уровня по всем направлениям. Давайте поясним, что значит третьего уровня и какие там будут направления? Это практически офтальмология. Все, что необходимо делать, оперативная офтальмология в полном объеме. Это помощь пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы и центральной нервной системы. Практически все, что делается на третьем уровне. Это травматология, это вмешательство, там прекрасные операционные, где можно делать и практически и пересадку органов, и трансплантацию, и можно суставы менять, то есть и тазобедренные, и коленные суставы. То есть выполнять все объемы вмешательств. То есть область будет выполнять все, что делается в Республиканском научно-правчистском центре. Самое главное, что мы подготовили специалистов под это оборудование. И с момента ввода, вот сейчас уже идет переселение отделений, с момента ввода в эксплуатацию сразу же в полном объеме осуществляется оказание медицинской помощи. Миоры. Прекрасная будет больница, которая обеспечит второй и третий уровень оказания помощи жителям Меорского района. Дальше хирургический корпус онкологического диспансера. Мы очень благодарны председателю областного комитета, который сосредоточил все ресурсы областной инвестиционной программы под окончание строительства. Там будут современные операции, операционные, и наши онкологи смогут оказывать практически четвертый уровень оказания помощи, то, что делается в РНПЦ имени Александрова. Будем надеяться, что в 2018 году наше население будет знать, как сохранить свое здоровье и когда вовремя к какому специалисту обратиться, и наш проект будет, конечно же, в этом помогать. И я предлагаю сейчас подвести тоже итоги года, именно проекта «Живи и здравствуй». Мы расскажем о том, что мы сделаем. «Живи и здравствуй» — совместный проект телерадиокомпании «Витебск» и Управление здравоохранения Витебского облсполкома. Это не просто еще одна программа о здоровье. Передача рассчитана в первую очередь на жителей Витебщины. Это эксклюзивные материалы о состоянии и развитии медицины в регионе, совершенно уникальное оборудование. Это мини-экскурсии туда, куда имеют доступ только люди в белых халатах. Знакомство с выдающимися врачами, настоящими профессионалами и лучшими специалистами области в самых разных сферах здравоохранения. Это не просто полезные советы, а полноценные рекомендации, как на приеме у врача. Сейчас информации об этом очень много, и источники самые разные. К сожалению, наши пациенты не всегда пользуются достоверными источниками. И наша телевидение, цель нашей программы была именно донести то, то, что делается у нас, то, чем мы можем помочь, и самое главное, чем они сами себе могут помочь, для того, чтобы как можно дальше отодвинуть начало заболевания. Первая программа вышла летом 2017 года. Сейчас в эфире уже 27-й по счету выпуск. За это время героями программы стали не только медицинские работники, но и самые обычные пациенты, которые не постеснялись, не побоялись, рассказали о своем недуге. Нам удалось на реальных примерах показать последствия. Иногда не своевременного обращения к врачу, а иногда и совершенно правильного и сознательного поведения витебчан при появлении симптомов. Передача «Живи и здравствуй» позволяет войти в наш дом врачам, ответить на самые интересующие вопросы, которые касаются здоровья нас, здоровья наших родных и близких, повысить доверие наших жителей к работникам здравоохранения и создать вот этот непобедимый союз врача и пациента. «Живи и здравствуй» продолжается и теперь становится в два раза больше. Вот таким был 2017 год для вас и нас. А каким будет 2018, мы сейчас расскажем. У нас в гостях Игорь Федорович Мищук, главный врач Витебского областного центра реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий, координатор проекта «Живи и здравствуй». Здравствуйте, Игорь Федорович. Ну, давайте долго томить не будем, расскажем нашим телезрителям о том, что проект «Живи и здравствуй» в новом году будет больше и еще полезнее. Тот проект и те основы, что мы заложили, в общем, в этом году мы продолжим. Будут небольшие какие-то рубрики, сообщения. Это, конечно, история, хотелось бы коснуться, история медицины, Витебщины, развития медицины, здравоохранения и Витебской области, начиная с первых упоминаний где-то в каких-то архивных документах. Наверное, актуально было и будет всегда. Это, конечно, школа мам, это подготовка к родам, дородовый период, обучение и воспитание детей после родов, ухаживание, ходы за ним. Да, да, да. От желания, от зачатия, да, будем говорить так, от зачатия до рождения ребенка и какое-то наблюдение за ним в течение некоторого времени и правильное наблюдение, и воспитание, может быть. Далее, ну, конечно, коснемся вопросов профилактической гимнастики, ЛФК, лечебной физкультуры при различных заболеваниях, заболеваниях порнодвигательного аппарата, соматических заболеваниях, ну и, конечно, гимнастики здоровых, для здоровых людей. Для... Научим двигаться правильно и полезно. Да, 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 да. Также планируется такое направление, как альтернативная медицина. То есть, ну, разные взгляды, разные подходы на... То есть это что-то нетрадиционное? Нетрадиционное, да, подходы, методы лечения, которые применялись раньше, применяли наши бабушки, ну и в настоящее время, что мы применяем... То есть мы расскажем о том, вот какие-то там вещи, которые, да, много лет назад использовали люди, да? Использовались. Работают они или не работают? Да, работают, да, да, да. Вы правильно говорите. Насколько эти методы эффективны? Насколько они актуальны в настоящее время? Нужно ли их применять? Может быть, что-то изменилось в подходах и в применении этих методов? Я думаю, что в этом году мы обязательно ещё коснёмся Центра традиционной китайской медицины, который открыт в нашем республиканском центре. Это очень актуально, сейчас по всей стране открывается. В Турбинске недавно открылся. Да, да, да. В чём уникальность этого учреждения? Ну, традиционная китайская медицина включает в себя... Она подходит к человеку, к человеческому организму в целом. То есть это и питание, и образ жизни, и дыхание, и движение, и философия, и мысли, те мысли, которые посещают человека. То есть это такой комплексный подход. Ещё очень важный момент, что в этом году мы расскажем всем, как правильно питаться. Да, да. Ну, даже есть такая пословица, да? Скажи, что ты ешь, я скажу, что ты из себя представляешь, и как ты, о чём ты думаешь. Конечно, питание – это большой, очень и важный аспект в жизни человека. Ну, прежде всего, конечно, это поддержание какого-то энергетического баланса. Есть, конечно, вопросы переедания, неправильного питания. Вы знаете, сейчас, в общем-то, насыщаются различные фастфуды. Очень многое образует... Ну, есть... Существует проблема, да? Да, существует проблема, особенно проблема у молодых людей, потому что вы тоже, наверное, обращали внимание, берут какие-то булочки, кока-кола, которые очень там большое количество сахара, и, в общем-то, злоупотребляют эти. И, конечно, эти... Вот эти все нарушения, которые возникают с этим, они в дальнейшем приводят к воздохновению и диабета, и нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Вот. Планируется, что под каждую рубрику опять мы коснёмся, будет широкий спектр рубрик, коснёмся мы и заболеваний сердечно-сосудистой системы, и эндокринологических заболеваний, заболеваний, массу заболеваний терапевтического профиля, опорно-двигательного аппарата. И будем приглашать специалистов, непосредственно, которые будут рекомендовать те комплексы, те схемы питания, которые важны именно при вот этих заболеваниях. Это очень важный момент, подчеркну вот, что мы не будем говорить не о диетах в общепринятых, да, таких понятиях, то есть диета как ограничение, а диета как система питания полезного... Питания здорового, полезного питания. Для организма. Все эти рубрики, вся эта работа очень чётко направлена на профилактику. Почему сегодня это так важно? Профилактика. Заболевание легче предупредить, чем его лечить. Поэтому, конечно, объясняя людям и окружающим такие, вроде бы, банальные слова, как здоровый образ жизни, как правильное питание, физическая активность, все эти вещи, они работают. Это уже, в общем-то, годами отстроены какие-то технологии, которые, в общем-то, способствуют снижению, прежде всего, и ожирению, уменьшению нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Переедание плохо влияет и на подвижность, и на умственную работоспособность. Иногда переедание является как бы проявлением каких-то депрессивных расстройств. Поэтому, объясняя вот эти вот профилактические какие-то истины, что мы рекомендуем по здоровому питанию, по физическим нагрузкам, мы сможем предупредить развитие, возможно, предупредить развитие каких-то заболеваний, осложнений у наших граждан. То есть, в принципе, как мы говорили с Юрием Николаевичем, что очень активно развивается медицина, есть оборудование, есть специалисты, есть все условия для того, чтобы человека лечить. Но пока человек сам не начнёт беречь своё здоровье и заниматься профилактикой, результаты будут, конечно, улучшаться, но не так быстро. То есть, сегодня очень многое зависит от самих людей. Да. Ну, по статистике, 60-70% здоровья или что человек из себя представляет, зависит от его образа жизни. Поэтому правильное питание, физическая активность, избегание стрессовых ситуаций, реализация себя в обществе, то есть реализация, возможность себя где-то проявить. Не обязательно это может быть работа. Это можно проявить себя в другой какой-то сфере деятельности, в каком-то хобби. Находить способность снимать вот это напряжение, вот этих ритмов, которые сейчас нам навязывают жизнь. Конечно, вот эти профилактические методы, они будут только способствовать укреплению здоровья и сохранению, самое главное, сохранению здоровья. Спасибо огромное. Я думаю, что всё получится. Я желаю вам и нам, конечно же, успехов. Присоединяюсь к вашим пожеланиям. Всем телезрителям желаю крепкого-крепкого здоровья. Как его правильно беречь, мы продолжим рассказывать. И на прощание, конечно же, небольшой анонс проекта «Живи и здравствуй». Как сохранить здоровье, при каких симптомах и куда обратиться за помощью? Какие медицинские технологии используют сегодня врачи Витебской области? В новом сезоне проект «Живи и здравствуй» снова продолжит просто и доступно рассказывать о том, как не болеть и где лучше лечиться. В студии ведущие специалисты региона, практикующие заслуженные врачи. Вместе с программой «Живи и здравствуй» вы научитесь разумному питанию, безопасным физическим нагрузкам, уходу за здоровьем будущих мам и детей, узнаете о том, как развивались медицинские службы нашей области и какие средства народной медицины действительно работают. Каждую субботу, воскресенье, вторник и пятницу. «Живи и здравствуй» на телеканале «Беларусь-4» Китаютской. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кому из нас не приходилось пользоваться проверенными, надежными народными средствами от каких-либо заболеваний? Раньше такие рецепты передавались из уст в уста, теперь из одного интернет-портала в другой. Мы же в проекте «Живи и здравствуй» будем проверять, работают эти рецепты или не работают. И начнем с такого излюбленного средства народного, как банки. Ходить с украшенной розовыми кружочками спиной приходилось многим. Стеклянные банки с разогретыми краешками упорно втягивали в себя кожу, оставляя следы и надежду на скорейшее выздоровление. Это средство спасения от бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы, невритов, мезитов и даже от застойных явлений в организме сохранило свою актуальность до сих пор. В сети можно найти уйму советов, когда и как правильно ставить банки. Смысл в этих советах, конечно, есть, но пользоваться таким лекарством без консультации и контроля врача рискованно. Так считает Юрий Головач, опытный рефлексотерапевт, невролог Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий. Есть, конечно, в принципе, те банки, к которым мы привыкли, домашние банки, которые использовались уже давно у нас, еще в Советском Союзе, в постсоветском пространстве было такое время, когда банки вообще запрещались, потому что иногда ставили эти банки во время так называемых определенных заболеваний, которые бы не были установлены, то есть могли бы идти при плевритах, при пневмонии с высокой температурой. То есть это как физиопроцедуры, они имеют свои показания, противопоказания. Поэтому если у человека хроническое заболевание какое-то, хронический бронхит, он не имеет большого обострения с температурой, если установлены врачом, там нету каких-то бронхоэктоазов, но есть такие заболевания, то в принципе люди могут использовать. С медицинской точки зрения использование банок в домашних условиях без консультации с лечащим врачом, как и любое самолечение, может быть опасным. В чем может быть ошибка, что люди думают, что не вылечиться банками, но они всегда узнают природу своего заболевания, начинают заниматься самолечением, не уточнив, что у них. То есть нужно прийти, если те же самые простудные явления, то обязательно должен врач прослушать, посмотреть, исключить пневмонию. Сейчас бывают различные атипичные виды, и можно самолечением достижать до того, что пойдешь в тяжелом состоянии в больнице. Какие-то сопутствующие диагнозы, например, ИБС, сердечная недостаточность, какие-то нарушения венозные, и ставление на определенные зоны, они тоже могут быть навредить себе. Поэтому, в принципе, так сказать, сами просто банки использовать на дому обычные, надо все равно посоветоваться с доктором. Можно ли ему это делать и в каком случае. Особенно они рекомендуют это делать в острую фазу определенных инфекционных заболеваний. То есть когда есть высокая температура, когда есть даже просто послетемпературный синдром, когда есть инфекция, в этот момент вот эту вот процедуру делать, естественно, не желать. То же самое, что касается в отношении, если используются банки, иногда на спину, на поясницу. То есть, во-первых, на зону поясничного отдела, тоже там на зону так называемых почечных болей могут быть как за счет позвоночника, также они могут быть не за счет позвоночника, различные боли, которые быть причиной совсем другая. Почечные могут быть, почечная колика может быть, может быть какие-то заболевания другие, кишечника или язвенная болезнь, то есть атипичная. Поэтому все равно нужно посоветоваться, и вот банки уже особо, нужно советоваться с доктором. Некоторые пытаются ставить банки на, когда воспаление плотного сустава, тазобедренного, то есть могут усилить только наоборот, когда там уже есть воспалительный, и в этот момент усиления кровотока в том моменте, то есть может произойти еще большее обострение. Так что неправильно примененные банки могут оставить неприятные следы не только на коже, но и на здоровье. Вместе с тем сам Юрий Дмитриевич такую вакуумную терапию в своей практике использует. Ведь специалист знает, как это средство работает, кому может помочь и как правильно им воспользоваться. У нас мы используем банки. Вот как бы, значит, используется как просто по точкам, по определенным зонам лечебным, значит, используемый. Используется баночный массаж, он используется по определенным тоже линиям, по определенным зонам, которые связаны с органами. То есть обычно в такие периоды, которые, где нет противопоказаний, например, те же самые какие-то таракалгии, боли в позвоночнике, которые отдают куда-то в спину, те же самые боли в спине, когда отдают куда-то в ягодицу или в этих... То есть мы используем в таких периодах более чаще всего такие холодные периоды, не горячие. В домашних же условиях это народное средство поможет только при условии, что больной проконсультировался с врачом, провел процедуру в определенную доктором фазу заболевания и на определенные доктором точки. Ввиду того, что сейчас идет подъем заболеваемости, мы ожидаем подъем заболеваемости гриппом, я хочу рассказать для молодых родителей о том, какие существуют меры профилактики и борьбы с вирусными инфекциями. Основных два блока, которые мы затронем. Первый блок – это как не заболеть вирусной инфекцией, как не инфицироваться. И второй – как повысить сопротивляемость нашего организма или детского организма к вирусным инфекциям. Вирусными инфекциями болеет человек, и путь передачи воздушно-капельный. Когда заболевает ребенок, конечно, нужно ограничить контакты, в первую очередь с больным ребенком. Но ввиду того, что мы ведем очень активный образ жизни, мы ходим в садик, идем в школу, ходим в магазин, это наиболее простой, но очень трудно реализуемый путь борьбы с вирусной инфекцией. Когда заболевает ребенок, он все равно, несмотря на то, что он должен болеть дома, он идет, особенно в первые дни болезни, в садик. Да, так называемые наши сопливые дети, которые идут в садик, идут в школу. Чихающая мама идет на работу, потому что некому ее заменить. Едет в общественном транспорте и, конечно, является источником вирусных инфекций. Нужно знать о том, что вирусы любят жить там, где тепло, там, где грязно, там, где мало проветривается. И, исходя из этого, чем чище будет воздух, чем чаще вы будете делать влажную уборку дома, если имеется больной человек или появились первые признаки катаральных явлений, чем лучше вы три раза сделаете влажную уборку, чем вы один раз будете использовать дезинфектант или уборку с дезинфектантом. Проветривать нужно не менее пяти раз в день и обязательно одно сквозное проветривание в день. Снизить концентрацию вируса, когда вы уже заболели, помогают нам наши любимые гипертонические растворы. Это всем известная морская соль, которую мы используем. Мы можем ее орошать нос. Если вы начинаете болеть, мы можем полоскать горло, тем самым снизив концентрацию вируса на слизистых оболочках дыхательных путей. Готовить раствор можно в домашних условиях. Вы берете литр кипяченой воды, одну чайную ложку соли обыкновенной, хорошо ее растворяете, и этот раствор готов для использования. Что касается противовирусных препаратов, которые мы очень любим, и особенно молодые мамы, которым советуют бабушки, использовать аксолиндовую мазь в нос, использовать всевозможные растворы травяные, закапывание в нос, все это является психотерапией. И единственными препаратами, которые непосредственно обладают противовирусным доказанным действием, является Ремонт-1, который используется при гриппе А, сезонном нашем гриппе, и Озельтамивир. Но хочу вам напомнить о том, что должен этот препарат обязательно назначить врач. Сами вы не можете использовать его без назначения. Используется он, как правило, для лечения или для профилактики заболевания, но если заболел какой-либо член семьи, и тогда вы можете использовать данные препараты. Но если так случилось, что вы заболели или ваш ребенок заболел, второй блок профилактики – это как же нам повысить сопротивляемость организма к вирусным инфекциям. И поэтому здесь очень важно помнить о том, что иммунитет на 99% у нас реализуется образом жизни и только на 1% лекарствами, которыми мы пытаемся его повысить. Поэтому слизистые, когда самое важное – это местный иммунитет. Это слизистые носа, это слизистые верхних дыхательных путей. Они должны быть всегда влажными. Если слизистые сухие, значит местный иммунитет не работает. Это обязательно, если ваш ребенок заболел, обильное питье. Это использование тех же гипертонических растворов. Это свежий воздух. Это прогулки, если у ребенка болеет. Но нету температуры. Он хорошо себя чувствует. Не надо его оставлять дома в закрытой комнате и использовать еще и обогреватель. Ребенок должен дышать свежим воздухом. И специфическая профилактика, которую мы знаем и хорошо используем – это вакцина-профилактика. Каждый год мы можем вакцинировать своих детей. Если ребенок маленький, мы вакцинируем родителей, всех членов семьи, которые с ним проживают в одной квартире. Если беременная женщина, то мы вакцинируем тех, кто проживает с беременной женщиной. Есть для того, чтобы задать вопросы и получить на них ответы, можно обратиться в кабинет иммуно-профилактики. Это центральная поликлиника города Витебска-Детская. На улице Чхалова, 14 В, имеется телефон 577711614437. Здравствуйте! Сегодня я вам хочу предложить комплекс упражнений, которые мы будем использовать каждое утро или же в любое для вас удобное время в течение дня для хорошего настроения и красивой фигуры. Исходное положение. Носочки врозь, пяточки вместе. Спинка ровненько, макушку кверху. Тянем к потолочку, к своему носику, кверху. Повороты головы. Раз, два, три, четыре. Подбородок идет на плечо право, строго через середину и строго влево. Голову не наклоняем, макушка тянется кверху. Наклоны головы. Раз, два, три, четыре. Можно сделать несколько подходов. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Руки перед собой. Сильные, короткие махи. Все вовнутрь. Напрягаем локти. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Три, пять подходов. Руки на пояс. Назад отводим плечико. Высоко вверх, далеко назад, хорошенько вниз. Все только назад. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это же упражнение с более сложным вариантом. Заводим локоть за голову. Рука разгибается только внизу. Тыльная сторона ладошки. Макушка тянется кверху. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Локти перед собой. Ладошки параллельно между собой. Макушка тянется кверху. Разводим локти. Лопатки, уголки лопатки сзади внизу соединяются. Собираем локти параллельно между собой. Даем рукам отдохнуть. Бросаем вниз. Раз, два, три, четыре. Обыкновенный вдох, выдох. С поворотом и тянемся за кончиками пальчиков руки. Здесь ладошка уходит назад и кверху. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Исходное положение руки на пояс. Мах ноги в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Круговое движение коленкой наружу. Раз, два, три, четыре. Колено вверх, вбок, вниз. Вверх, вбок, вниз. Мах ноги назад. Раз, два, три. Колено повыше. Четыре. Раз, два, три, четыре. Обыкновенный вдох. Маленький наклон. Руки бросаем. Машем. Выдох. Переходим в положение сидя. Ножки вперед. Ручки назад. Опора на ладошки. Мах ноги. Вверх, вниз. В сторону. На середину. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Можно использовать элементы упражнения крокодила. Это пяточку одной ноги на пальчике другой ноги. И тянем носочек вперед. Колено напрягаем. Наклоняем. Дотрагиваемся до ковра. Меняем ножки. Носочек тянем. Колено напрягаем. Бедро поднимаем. Носочком. Большой пальчиком ноги дотрагиваемся до ковра. Три, пять подходов. Дальше. Повороты. Ладошки на ковер. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох обыкновенный, выдох. Колено прижимаем к животу. Руками обхватываем. Спинку ровняем. Макушку тянем кверху. Раз, два, три, четыре. Переходим на положение опора на локоточках. Ладошки на ковер. Носочки можно тянуть вперед. Можно сделать на себя. Если мы хотим пресс, это носочки. Если мы хотим пояснично-крестцовый отдел позвоночника потянуть, это пяточки вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пяточками – это значит стопы на себя. Раз, два, три. Раз, два, три. Вдох, выдох. Исходное лёжа. Рука на руку. Используем элементы упражнения крокодила. Пяточку одной ноги на пальчике другой. Влево, вправо. Одна нога. Меняем ножки. Вторая. Раз, два. Вдох, выдох. Правая рука, левая нога. Тянемся в противоположные стороны. Значит, пальчики рук тянутся вверх, нога тянется вперед. Это одновременно. Чуть-чуть отрываем от ковра. Не вверх поднимаем ногу, а просто приподнимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Другая пара. Руки, ноги. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Рука на руку. Только две руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Только две ноги. Носочки тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А можно пяточки сделать тянем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вдох, выдох. Переходим в положение на живот Можно повторить растяжку Это противоположная рука, нога по 10 секунд И противоположная 10 секунд Только две руки вперед и чуть-чуть кверху 10 секунд Ноги вместе, назад и кверху 10 секунд Вдох, выдох Аккуратно, поэтапно встаем Это, переходим в положение стоя Это, ладошки подтянули к себе Локти прямые углы Подняли плечи, прогнули поясницу Согнули коленки Подтянули руки И одновременно встаем Вдох, выдох На сегодня это все Желаю вам оставаться в хорошем настроении И в прекрасной форме Каждые 6 белорусов из 10 в нашей стране Недовольны своим лишним весом В соответствии с социологическим исследованием Проведенным в Республике Беларусь По данным социсследования 60% населения нашей страны Имеют лишний вес А 25% имеют ожирение В течение последних нескольких лет В Республике Беларусь наблюдается Рост числа неинфекционных заболеваний Таких, как сердечно-сосудистые Онкологические заболевания Сахарный диабет Хронические болезни легких Которые приводят к преждевременной инвалидности И смертности людей Причем не только пожилого возраста И ученые нашли факторы Которые влияют на возникновение И распространение этих заболеваний И эти факторы они назвали Факторами риска неинфекционных заболеваний К этим факторам относятся Потребление табака Чрезмерное потребление алкоголя Низкая физическая активность И нездоровое или неправильное питание Сегодня мы с вами будем говорить О правилах и принципах Правильного здорового питания Когда речь идет о лишнем весе У каждого человека Сразу же возникает одна мысль Диета Чем опасны вообще жесткие диеты? Что это всегда ограничение То есть человек исключает из своего питания Определенные группы продуктов Организм недополучает нужные вещества И постоянный контроль Что я съел, что я не съел Можно мне это было, нельзя мне это было Плюс реакция организма Лишенного привычной пищи И человек срывается на стресс В переводе с французского Диета – это образ жизни И когда человек решает Что он будет использовать диету Ошибка одна Или это жесткая диета Или это кратковременная диета Или это постоянная диета Человек неправильно ставит перед собой цели Как правило, худеем мы для чего Наступает лето, нужно похудеть Есть красивое платье, нужно попробовать У мужчин немножко другие проблемы Трудно нагнуться, застегнуть обувь Или там на ремне для брюк уже не хватает места Где сделать дополнительную дырочку После того, как место появилось Ушло несколько килограмм и сантиметров на талии Мы сразу забываем о диете И нужно запомнить, что жесткие диеты Никогда не ведут к длительным результатам По снижению веса Как наш организм реагирует на жесткие диеты Вот представьте, кормили мы его на убой Простите меня за это выражение Но он получал все, что он хотел В любых количествах, в любое время И потом вдруг, в один прекрасный день А как правило, сесть на диету Мы решаем сразу Или в понедельник, или в четверг, неважно Но все, это не ем, это не ем, это не ем Это мы объяснили себе Нашему организму не объяснить Почему он перестал получать вкусную ветчину Почему он получал Не получает теперь на утро, допустим, кусочек торта Или не получает на утро бутерброд С такой любимой вареной колбаской И организм нас понимает Наступили голодные времена И он даже из того ничтожного А как правило, люди, которые решили резко За 2-3 недели снизить свой вес Они урезают свой рацион максимально Так вот, из того ничтожного количества пищевых продуктов Наш организм непонятно каким образом Ухитряется хоть 10-20 калорий Но сэкономить и загнать их в жировое депо И после того, даже если вы добились желаемых результатов Ну, допустим, за неделю, за 2, за 3 Вы снизили 4-5 килограмма Но опять вы можете быть уверены Что вес этот у вас ушел Никак не за счет жира У вас ушла жидкость У вас ушли шлаки, которые накопились в кишечнике Ведь мы не могли его почистить, правда? Не обращая серьезного внимания на свое питание И не давая организму определенные салаты Определенные продукты, которые работают как щетка Для того, чтобы выводить шлаки и токсины из организма Так вот, когда вы резко перестаете питаться привычной для вас китой Организм избавляется от этих шлаков Но он избавляется и от жидкости А если вы не сбалансируете свое питание То организм начнет избавляться и от мышечной массы Как я уже сказала, вес вы снизили, правда? Обрадовались Все у вас сложилось И вы решили, диета закончена Буду питаться, как обычно И все возвращается на круги своя Но наш организм, вообще он парень злопамятный Чтоб вы знали, или девушка Это в зависимости от того, кто худеет Девушка или мужчина Он голод, поверьте мне, забудет И не простит вам никогда И как только вы вернетесь к обычному режиму питания Он начнет все запасать впрок Голод не тетка, как говорится А он уже испытал на себе это состояние И ваш вес, который вы потеряли Вернется к вам гораздо быстрее И еще ваш организм запасет пару-тройку лишних килограммов На случай следующего вашего решения Обратиться к помощи диеты, чтобы снизить свой вес Поэтому все мы должны реально понимать Единственное, что может нас избавить от лишнего веса И удержать его на том уровне, который нам нужен Это правильное здоровое питание Что же такое рациональное питание? Это питание, которое поставляет в организм такое количество калорий Которые мы с вами сможем использовать Сбалансированное питание Вы тоже знаете, что это такое? Все слышали? Я думаю, многие интересуются вопросами здорового питания Сбалансированное питание – это правильное соотношение Тех основных питательных веществ, которые нужны нам для того Чтобы мы были здоровы и сохраняли свое здоровье На протяжении долгих лет Это белки, это жиры, это углеводы, витамины и минералы Без этого мы с вами жить не можем Мы не сможем поддерживать свой организм в рабочем состоянии Не сможем построить новые клетки И не сможем сохранить свое здоровье Отношение белков, жиров и углеводов Это величина относительная Это соотношение зависит от возраста От рода деятельности человека От той физической активности, которую он ведет На протяжении своей обычной жизни В среднем соотношение этих питательных веществ Один к одному и четырем с половиной Но, как я уже сказала, это зависит от роста, от веса и от ваших данных Для того, чтобы начать правильно питаться Мы должны запомнить Диета, а мы уже будем с вами думать о ней как образе жизни, должна быть Но принцип рационального питания сводится к одному Если вы что-то из рациона забрали Значит, вы должны туда что-то положить Проще говоря, пустоту нужно заполнить Потому что если вы заберете у организма привычные для него продукты И ничего ему не дадите взамен Такой жизни вы держите, ну, пару недель А потом эта пустота заполнится теми же бутербродами Чипсами, пивом, газировками, сладостями, копченостями И у вас появятся новые проблемы И, скорее всего, уже не только с лишним весом, но и с вашим здоровьем И поэтому должно быть основное правило Правило отмены и правило замены То есть если что-то одно вы забрали, то должны взамен дать организму что-нибудь другое И здесь проще всего и легче всего следовать правилам 3П Постепенность Последовательность И постоянство То есть вы должны вводить новые продукты постепенно Допустим, если утром для вас обычный завтрак был Это чашка кофе с сахаром, бутерброд с колбасой То попробуйте, приняв решение, что вы хотите начать правильно питаться Колбасу заменить сыром Или обычный кусочек белого хлеба заменить зерновым хлебом День, два, три Ваш организм и вы поймете, что это лучше, чем та же вареная колбаса Через пару дней попробуйте отказаться от кофе, который вы пили Да еще я добавляю туда до 5 ложек сахара Попробуйте заменить на зеленый чай и уменьшить количество сахара Через неделю вы решите, что бутерброды – это не ваша еда И замените на цельнозерновую кашу То есть поймите, что не только вы эмоционально должны подготовиться Ваше сознание должно быть готово к тому, что вы меняете свой режим питания Свой рацион питания Но и ваш организм должен получить, оценить и сказать вам Хорошо, я принимаю, и я буду делать так, как хочешь ты Потому что правила игры должны соответствовать и нашему организму, и нашему желанию Только в этом случае будет эффект Что такое последовательно? Организм должен получить удовольствие от новой пищи И поэтому последовательно вносите изменения в свой рацион Вносите те продукты, которые с вашей точки зрения принесут больше пользы вашему организму И тогда вы будете жить в ладу с собой, и ваш организм будет жить в ладу с вами И третье П – это постоянство И оно сводится к одному Если вы встали на тропу здорового питания, то, пожалуйста, шагайте по ней дальше Когда речь заходит о лишнем весе, как правило, люди почему-то вспоминают индекс массы тела Это показатель относительный Но всем очень интересно, что же это такое и как рассчитать свой индекс массы тела Рассчитать индекс массы тела очень просто Для этого нужно знать только свой вес и свой рост Формула очень простая Вес в килограммах делите на рост в сантиметрах квадратных И потом смотрите те показатели, которые у вас получились Если ваш индекс массы тела получился ниже 18,5, это означает, что у вас дефицит массы Если же он больше 25, то у вас есть проблемы с весом и у вас имеется лишний вес А диапазон индекса массы тела от 18,5 до 25 считается нормой И тогда у вас нет никаких проблем с лишним весом Обо всем остальном мы с вами поговорим в следующей передаче Всего хорошего! На протяжении всей истории наше учреждение образования называлось по-разному Фельдшерская школа, Акушерская школа, Витебский медицинский техникум Витебский государственный медицинский политехникум Медицинское училище, сейчас медицинский колледж Но цель всегда оставалась одна и та же Подготовка кадров со среднем медицинским образованием В первой половине 19 века это были повивальные бабки И готовились они на основании ученичества Но качество подготовки было очень незначительным И в 1871 году на основании закона императора Николая I При больнице приказа общественного презрения была открыта фельдшерская школа Это была уникальная школа, впервые открытая даже, можно сказать, на белорусских землях Потому что параллельно еще открывались одна позже, другая раньше Школа в Гродно и в городе Могилеве Прежде всего эти школы создавались для больниц казенных, общественных и частных Непосредственно руководство школой осуществлял старший врач больницы Он курировал учебные вопросы Смотрите больницы, экономические вопросы По заключению старшего врача Обучение русской грамматики, закону Божию, латинскому языку Иным специальным предметам поручалось фельдшерам больницы Опытным фельдшерам Для объяснения закона Божия приглашался священник То есть преподавались основные предметы, которые так общего образования А преподавание специальных предметов находилось в ведении врачей больницы Курс обучения составлял 4 года Делился на 2 класса Причем каждый предмет преподавался 2 года Во второй класс могли попасть только хорошие ученики Вместе с тем, и были учащиеся, которые более подготовленные Они могли обучаться и меньше времени Обучение проводилось как на платной основе, так и бесплатно Бесплатно занимались сироты и дети мещан Крестьянам, к сожалению, приходилось платить Были разосланы циркуляры по всей Витебской губернии От каждого уезда представить по одному крестьянскому ребенку, мальчику Потому что только мальчиков принимали И они должны были представить к 1 января все по одному человеку 20 человек был набор А вообще востребована была эта школа? Желающих, ну те, кто мог оплатить, конечно, обучение Нет, к сожалению, она очень была востребована Но, к сожалению, денег у крестьян не было И поэтому был недобор Было только 8 человек Вот, в частности, есть список фельдшерских учеников Начиная, вот первый был зачислен Тимофей Щукин Вот, и так далее То есть каждый месяц кто-то Это не значит, что начали ровно в какой-то определенный момент Как у нас сейчас 1 сентября Нет, то есть каждый месяц постепенно подготовили Детей готовили Они должны умели писать, читать И они приезжали в Витебск И поступали в Витебскую школу Заканчивался срок обучения Они сдавали экзамены Причем экзамены были выпускные И на подтверждение звания Звания старший фельдшер и фельдшер Просто фельдшер Старший фельдшер – это те, которые учились отлично Вот, а почему звание? Потому что фельдшерская школа находилась в подчинении Министерства внутренних дел И вот такая форма у них была И, следовательно, это была не специальность, как мы говорим А звание Таким образом существовала школа до 1879 года Но был постоянный недобор Было принято решение Открыть центральную фельдшерскую школу Для трех губерний Витебской, Могилевской и Минской Причем оплата шла Поевые взносы в равных долях За счет земских сборов Отправляли детей на учебу В эту школу, центральную фельдшерскую школу По иссечению которой Они привозили нам вот такой вот аттестат Учебный план включает Следующие дисциплины Чтение, чистописание на русском и латинском языках Закон Божий Грамматика российская и латинская Арифметика Общее понятие анатомии Основание врачебного вещества словия Это современная фармакология Правила хождения за больными Делание повязок Это у нас дисмургия Кровопускание Дальше Возвращение к жизни мнимо умерших Это реанимация Оспопровивание Излечение зубов Костопрамное дело Это травматология современная Рецептура Почерк врачей здесь гораздо более разборчивый Чем сейчас И самый высокий балл здесь четверка А была система какая? Пятибальная? Пятибальная была система Этих кадров было недостаточно Это были по несколько человек И поэтому потребность была такая сложная Что открывались частные школы В частности, была открыта школа врача Щасновича Они выпускали уже 30-60 человек Это был дореволюционный период В следующий раз мы поговорим о послереволюционном периоде О том, как и кто оказывал помощь Как шла подготовка медицинских работников Со среднем медицинским образованием Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok